Первый день наступившего года отныне станет двойным праздником для шести жительниц области Жецу. 1 января на свет появились их малыши. Грамоты, цветы и подарки депутаты областного маслехата поздравили женщин со знаменательным событием. В перинатальном центре побывала и наша съемочная группа. Уходящий год для жительницы Талтукургана Агнур-Яркенказы стал особенным. В последний декабрьский день она родила своего второго ребенка. Малыш появился на свет с весом 2,5 килограмма и ростом 50 сантиметров. Состояние молодой мамы стабильное, как и у ее новорожденного. Самое главное предназначение женщины – это продолжение человеческого рода. Также важной задачей для родителей является воспитание достойного поколения. В Конституции нашей страны сказано, что самой важной составляющей является жизнь человека. Для нас, матерей, главное – родить на свет здорового малыша. В этом нам очень помогли сотрудники роддома. Поэтому хочу выразить благодарность всем врачам и медсестрам перинатального центра, а также депутатам Маслехата за их поздравления и подарки. В 2024 году исполняется 30 лет со дня образования Маслехатов Республики Казахстан. В честь юбилейной даты депутаты всех уровней планируют организовать и провести 30 благотворительных мероприятий. По мнению народных избранников, рождение малышей – не только большая радость для их семей, но и для всего народа. В первый день Нового года мы посетили областной перинатальный центр с целью поздравить молодых матерей с рождением детей. Пусть с каждым годом рождается все больше малышей. Пусть они в будущем становятся достойными гражданами нашей страны. Поздравляем всех матерей с таким знаменательным событием. Желаем им и их новорожденным детям крепкого здоровья. Пусть казахстанские дети растут счастливыми в свободной, независимой стране. А мы, взрослые, приложим для этого все усилия. Будем создавать комфортные условия для всех граждан. В этом году маслихаты страны отметят свое 30-летие. И самым первым мероприятием из 30-ки запланированных стало посещение роддома в Талдыкургане. Этот визит в будущем станет традиционным. Всего в области ЖТСУ в праздничные дни родилось 18 малышей. Всем матерям депутата маслихата области вручили букеты цветов и подарки. А также были озвучены искренние пожелания.